Это час спик в студии Никита Рудаков и сегодня у меня в гостях вновь историк и режиссер Евгений Понасенков. На этот раз мы поговорим о неизвестных фактах, связанных с причинами и началом Второй мировой войны. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Позвольте, один вопрос вначале я задам, ваши же слова протестирую из вашего ролика. Я концептуально и по сути знаю об истории Второй мировой больше, чем кто бы то ни было. Звучит очень, ну так сказать, самовосхвалительно. А почему, собственно говоря, вы так решили? Ну, во-первых, вырвано из контекста, во-вторых, знать суть, это очень важно. Суть. Давайте к сути. Давайте, давайте к сути. Прежде всего, чтобы понять, как произошла, как случилась любая война, в том числе Вторая мировая, как вот забегали вообще батальоны, полки, надо понять, что к этому привело, почему это стало возможным. Это самое важное. Вот как раз уже военные подробности, которые очень интересны. Я военный историк и ни одну монографию на эту тему опубликовал, но это на самом деле второй момент. А давайте мы вернемся вообще к теме, что такое левые. Левачество и отмотаем несколько страниц, несколько страниц, пленку назад. Значит, еще в 1934 году, 21 декабря, академик Павлов, великий физиолог, фактически создатель школы и один из тех, кто понимал самое важное, суть животного, рефлексов животного, а люди, люди научные, точно, это, простите, это животные. Это высшие, да, конечно, высшие приматы. Ну, кто высшие, кто низшие, немножко другая тема. И вот я предлагаю, ну, давайте прочитаем часть этого письма Совнаркому советскому правительству от академика Ивана Павлова. Это русский, русский академик, русский ученый. В Совнаркоме было мало русских, скажем так. Итак, 21 декабря 1934 года. Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты «Да здравствует мировая социалистическая революция! Да здравствует мировой октябрь!» Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было, ведь только нашим политическим младенцам временного правительства было мало даже двух ваших репетиций перед вашим октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас. И, конечно, вовремя догадаются применить для предупреждения этого то, что пользовались и пользуются. И пользуетесь вы террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему? Сколько раз в ваших газетах о других странах писалось «час настал, час пробил», сколько раз в ваших, то есть советских газетах наших, о других странах писалось «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь фашизмом «то там, то сяпо», потому что боялись вот этого пробития часа большевистскими бандитами. И поэтому к власти вследствие того, что произошло, что случилось в России, пришли фашисты и пришли нацисты. Все, что происходило и, кстати говоря, происходит в Европе после 1917 года, надо понимать как прямое следствие бандитского захвата России большевиками в октябре 1917 года. И когда в 20-е и 30-е годы лучшие русские, так сказать, люди, интеллигенты, дворяне бежали в Европу и были, жили в Берлине, в Париже, в Италии, и они рассказывали, что происходит в России, конечно, европейцы готовы были довериться кому угодно, хоть черту лысому, понимаете, хоть Гитлер, хоть кому. Главное, чтобы не было бандитского отнятия собственности, уничтожения нации, уничтожения всего того, что накопила мировая культура. Об этом писал великий физиолог Павлов. Я повторяю, что это 1934 год. Мы можем читать Вунина и так далее. Но это же случилось в 1917 году и повлекло за собой все остальное, а началось, и надо понять, что такое левачество вообще, вот этот вирус, на который был ответ организма, вот на этот вот вирус. Это моя формулировка, такая научно-медицинская. Давайте вернемся к теме, что такое левачество. Это самое важное. Значит, смотрите, это отрицание науки, отрицание природы, отрицание объективной реальности, потому что коммуняки, коммунисты, социалисты, большевики, марксы и компания, они все хотели переиначить мир, повернуть реки вспять. И в манифесте коммунистической партии с 1848 года, среди прочего, это изничтожение границ между городом и деревней, поэтому, кстати, у нас сегодня вся деревенщина в городе в итоге. Это уничтожение собственности, и что такое это значит? У вас что-то есть, вас это отнимают. Это бандитизм и воровство. И вот этот экстремистский, бандитский текст, его переводили, публиковали, он стал вообще просто священным писанием в СССР для миллионов, для сотен миллионов людей, это абсолютная безумие и катастрофа, но это и есть вирус. Вирусом, как вы знаете прекрасно, болеют миллиарды людей, все болеют. И это вот бывает, вирус левачество, это тоже вирус. А прививка от этого вируса, это фашизм? А прививка, фашизм, это цитокиновый шторм. Прививка это несколько другое. Вот у нас была прививка, теперь КГБшники строят под своим началом государственный капитализм, потому что не хотят социализма нищего, а государственный капитализм это что? Это фашизм. Значит, смотрите, а на Западе прививки не было, и сегодня Запад гибнет под бременем леваков. Потому что шлеваки действительно строят социализм, отнимают собственность, запрещают, так сказать, людям работать в воскресенье. Налоги 60 процентов, зачем ты работать, тем более, если твои налоги отдадут дикарям, нелегалам, которые просто пришли, тебя ненавидят, тебя взрывают, тебя режут, а им отдают деньги, дают государственное жилье и так далее. Это то, о чем говорил, кстати говоря, Юрий Безменов. Вот сейчас мы немножко так голопом по Европам, но мне важно донести до людей важные имена, фразы. Срочно все-все бросайте и смотрите интервью Юрия Безменова. Это беглый КГБшник, который работал, конечно, в посольстве в Индии, бежал, жил в США, там, в Канаде, и дал несколько интервью в 80-е годы, он все объяснил, что происходит, как на деньги СССР, то есть советских рабов, на эти деньги сеется пропаганда в университетах. Это же не просто такой университет, на Западе стали левацкие, где сейчас выбрасывают информацию о Шекспире, о Колумбе, о великих людях Запада и так далее. Когда бездарому, значит, африканцу ставят оценку обязательно выше, но его, по-моему, принимают вперед белого, даже с нижшим баллом. Откуда все это идет? Это уже эта программа, которую осуществлял во вне СССР. Вот СССР за огромные деньги налогоплательщиков внедрял агента влияния на Запад, это могли быть самые разные, допустим, сестра Лили Брик Эльза Трёли этим занималась, как вы знаете, там деньги огромные переводились и так далее, и так далее. Короче говоря, вот пока не забыл, Юрия Безменова обязательно, сейчас не перебивайте, вернемся все-таки к истокам левачества. Слушайте немедленно интервью, он в 80-е годы объяснил, почему сейчас на Западе происходит терроризм и кошмар, и, так сказать, как левачество внедрилось в Запад. Вернемся, что такое левачество? Почему оно против природы? Все люди разные, они не одинаковые, потому что есть разные способности по, в том числе, самое важное отличие индивидуальной изменчивости по головному мозгу, по полям, под полям головного мозга, которые все определяют. Разный мозг, а это иногда бывает разница изменчивость в 40 раз, это видовая разница, видовая. Плюс еще расы разные, нации, возраст, пол, внешность, здоровье, рост и так далее, но прежде всего, конечно, способности. И уравнять вот всю эту разность, это значит бороться и уничтожать природу, здравый смысл и насиловать, насиловать реально население людей, потому что это не объективно. Объективно это то, как оно выстраивается, детерминированно вследствие того, что я сказал в этот раз. Кто талантливый и кто работает, тот зарабатывает. Кто не талантливый и не работает, тот меньше зарабатывает. Или вообще не хочет заработать. Простите, пожалуйста, Евгений, но тогда же никто не детерминировался по своим интеллектуальным способностям. Тогда было сословное, классы в обществе, вот против чего леваки. Тогда я в основном не хотелось, чтобы... Нет, нет, вы все путаете, смотрите, вы путаете совершенно. Если мы говорим о леваках, то они именно за отнятие собственности бандитской, а вы говорите про либерализм. Нет, ну подождите, среди левых, меньшевики, большевики, они тоже левые. Нет, нет, это мы вообще сейчас говорим о 19 веке. И либерализм, который говорил о том, что вот, да, главное это свобода личности, индивидуума, свобода от чего? От общества в том числе. А для леваков и Маркса самое главное это как раз подавление пролетариатом всего общества. Более того, когда пролетариат становится гегемоном и, что есть, диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата. Да, вот это левачество. А я как либерал в классическом понимании, не в современном, а в классическом, когда был там, допустим, Бенджамин Констан, вот у меня есть либерал Бенджамина Констана, книга из библиотеки Телерана с эксклибрисом, я на стримах у себя на канале Здравого смысла показывал. Поэтому вы путаете абсолютно разные вещи. Либерал за личность, свободу индивидуума, как раз то, что я говорю, чтобы индивид мог реализовать свои таланты, либо не таланты. А вот как раз леваки за гегемонию именно, так сказать, самых низших, и чтобы отнять и поделить, и главное, вот эту серую шкалу, чтобы все одинаково, как совки хотели, одинаково одеваться, одинаково, так сказать, себя вести, одинаковую музыку и так далее, и так далее. Вот мечта. Поймите, приматы не хотят вообще, так сказать, работать, и очень зависливы. А подвести базу под нежелание работать какой-нибудь бездельник на хлебник Энгельса Маркс легко может. Вот Маркс, этот безумный фанатик, безработный бездельник, он и подвел базу среди прочих, понимаете? Под эту приматовскую идею вам любой физиолог, Павлов, Савельев, вам скажет, что мечта мозга любого примата – это не работать, либо меньше работать, да? Ну, соответственно, подвести базу под то, что кто-то что-то работает, что-то создает, о, значит, мы отнимем. А чего это у него больше, чем у меня? Зависть. И что такое зависть? Другими словами, это классовая ненависть. Да? Поэтому историю, к сожалению, я вам скажу, как историк, двигает повсеместно вот этот мотор мерзкой зависти. Он, может быть, на уровне классов, на уровне государств. Вот какое-то отсталое государство завидует, вот как они бездуховные там живут, хорошо. Это зависть, да? И давайте-ка мы их будем завоевывать или ненавидеть, и будем кричать, что мы их в радиоактивный пепел превратим, хотя сами без туалетов живем, да? Это зависть. Между людьми это зависть, потому что вот Панасенков сидит, Галстук Бриони, книжка самая популярная в стране среди всей научной литературы, бестселлер всех дисциплин научных, да? Высокий, молодой, а какой-нибудь там сидит, низкий, толстый, с перхотью, нищий, да, младший научный сотрудник, и он ненавидит меня, и это объективно. Вы понимаете, это совершенно объективно на этом уровне, а тут классовый уровень, да? И вот леваки говорят, о, вот ты, вот это убожество, да, понимаете? Давайте мы отнимем у Панасенкова галстук, пиджак, аудиторию, славу, не дадим ему печататься, вот, а на его бумаге опубликуем твою ахинею, которую никто не покупает, не читает и даже не опубликует, да, и так далее. И вот, а что же это он, я, да, да еще перстень конца 18 века, как это можно, да? И комментарии в интернете, я нас смотрю, сидит, ноу-нейм, естественно, имя, фамилии нет, там что-то, какие-то наборы букв, и это вот он опять, как он может, я бы тоже мог, каждый думает, что он так бы мог, каждый, почему, да? Ну, он, конечно, так сказать, вот, там, метр пятьдесят невежественный, ничего не то, что не написал, даже не читал, вот, и скорость мозга у него, как у черепахи после смерти, но он тоже считает, что он может, вы понимаете? И тут приходит бандит, бандит неудачник, местечковый, да, вот как в пломбированном вагоне приехали и говорят, так мы вот давайте сейчас у этих всех вот это все снимем, отнимем, да, и вам пьяному быдлу отдадим, все поделить, это же по-человечески, чтобы все, это же прекрасно, понимаете? И быдло, а его всегда больше, потому что талантливых людей всегда меньше, чем неталантливых, способных меньше, чем способных, красивых меньше, чем некрасивых, да, и вот это соблазн колоссальный, и это нельзя позволять вырываться этому ливачеству, вот это ливач, это не надо путь с либерализмом, либерализм это как раз то, о чем я говорю, когда вам что-то дано, и вы как-то выглядите, у вас есть таланты, вы с детства занимаетесь там наукой или режиссурой, и вы имеете успех, и вы реализуете это вне того, что, значит, кто-то родился в семье внешторговцев каких-нибудь, да, вот понимаете, вот они по блату, а я раз и без блата все это создаю, и я не партийный, да, чтобы прийти к вам, допустим, или, ну, на какой-нибудь федеральный канал, как партийный его будут слушать, как партийного, который повторяет архинею по линии партии, нет, понимаете, я иду индивидуальным путем, но это же бесит и как раз и партийных, потому что они вынуждены молчать, их же, так сказать, третируют, насилуют, они политические проститутки, а здесь свободно говорить, опять мы его тоже уравняем, да, это тоже левачество, знаете, вот она главная, что такое левачество? Это всегда ложь и сокрытие информации, откуда пришел китайский вирус из Китая из Ухани, где коммунистическая партия, где изобрели и потеряли вирус, там потеряли, а где до этого потеряли вирус? Помните, в Свердловске, в 1979 году, то же самое. Причем здесь коронавирус и то, что его, как вы говорите, придумали в Китае, его не придумали в Китае, но он же не был создан. Нет, нет, это рекомбинированный вирус, который был рекомбинированный вирус, созданный в китайской уханьской лаборатории. Это абсолютно научный факт. Мы знаем, кто, когда Ши Цзэн Ли, это та исследовательница, которая над ним работала, создала, и она дала интервью, сначала сказала, что вот, возможно, потеряли, потом она сказала, сказала, что мы ей дали по шапке, нет, приехала, изучила, он в пробирке, ну, детский сад, да, понимаете? Вы что, это не в курсе? Надо знать. Я, к сожалению, не... Плохо, очень плохо. Не могу, нет, не могу с вами согласиться, потому что я ни ко секунду не сомневаюсь, что вирус никто не создавал, но давайте не будем об этом сейчас говорить. Вы можете не сомневаться, есть, смейте, есть определенная научная база, которая доказывает, что этот вирус не может быть создан просто человеком. Да, знаете, это рекомбинированный вирус, я вам повторяю. Вот был некий вирус, его рекомбинировали в лаборатории, чтобы он был таким, значит, заражал человека так легко, с такой силой и так далее. И все это началось в Ухане, в нескольких метрах от лаборатории, которая коллекционирует, изучает, собирает и рекомбинирует эти вирусы. Геном вируса расшифрован, с ним давно все понятно, и серьезные ученые, в том числе Нобелевский лауреат, вы же не Нобелевский лауреат Люк Монтанье, допустим, да, вы же не имеете такой квалификации. Я не Нобелевский лауреат, но некоторые Нобелевские лауреаты тоже могут заявлять одну ерунду. Могут, совершенно верно, но в данном случае он не один, и это факт. Если начинается несколько месяцев подряд в Ухане, там, где эта лаборатория, вирус несколько месяцев, именно там, да, где этот вирус был, то, значит, он оттуда, от этой лаборатории. И если уже за два года было сделано сотни публикаций ведущими ученым мира, вирусологами, биологами, микробиологами, математиками и физиками, которые одни изучают сам вирус, а другие строят модели распространения его и вероятности, то других совершенно вариантов нет. И китайские ученые, бежавшие в США, да, и которые сказали, тоже открыли эту правду, и которых заставляли молчать, тоже, то это уже здесь спорить нельзя. Вот смотрите, есть, вот смотрите, я вам скажу. То, что сейчас в Ухане, что там находится этот институт, это как, это напрямую... Ну, если у вас нет такой логической, смотрите, вот видите, чашка, смотрите, чашка, да, вот, да. Вот сейчас я выплесну при всех, и все будут знать, что здесь вода, потом я ее отодвину, пройдет два года, и все забудут, а вода останется, да. Нет, это здесь, потому что другого источника, другого источника здесь воды. Вот такой нет. Один ученый, русский историк, Пыжиков, он писал о русском расколе. Вот у него есть книга «Корни сталинского большевизма», где он говорит, что всероссийский староста Калинин был тоже старобрядцем. Оказывается, он это тем, что он родом из Подборовска, кажется, или откуда-то оттуда, потому что там было очень много старобрядцев, понимаете, но, по-моему, такая же. Кстати, не надо пыжиться, смотрите, не будем пыжиться, есть вещи совершенно объективные, и абсолютная катастрофа, что вы сейчас, в 21 веке, при наличии и монографии, и интернета, спорите с очевидной вещью, с очевидной вещью. Винь, позвольте, все-таки вернемся к левакам и к Второй мировой войне, потому что, ну, мне кажется, что тема нашей беседы все-таки не проявилась. Кстати, что произошло в Свердловске в 1979 году? В Свердловске сибирская язва, по-моему. Да, ее тоже потеряли. Потерял институт коммунистической страны, где готовили биологическое оружие, как и в Китае. Видите, за всю мировую историю оба раза коммунистическая партия, потому что при коммунистах, при этой бандитской идеологии всегда, во-первых, готовится что-то запрещенное, во-вторых, это скрывается. Тогда же это скрывалось, десятилетиями скрывалось. Так ведь? Или не так? Это так или не так? Я бы сказал так, что не только при коммунистах что-то скрывается. Нет, давайте так, вот это болтовня. Я сейчас привел пример. Давайте скажем, какой вирус вот так же, как в Свердловске или в Китае, был потерян в Бельгии, во Франции, в Италии, в США? Назовите госфирус. Потому что мы не знаем об этом, не значит, что этого не было. Назовите, кто умер. Ну, я не могу. Ну, если вы не знаете, значит, давайте, вы будете слушать, а я буду говорить. Потому что я-то знаю. Я только об этом и говорю, просто я бы хотел, чтобы мы поговорили о леватском движении. Это же и есть. Смотрите, я объяснил, как это появилось, почему источник. Я объяснил, насколько это опасно от того, что они привели к власти фашистов и нацистов, от того, что они формируют такое общество, которое и само рабское, и, так сказать, нарушает права окружающих, в том числе готовя биологическое оружие, как и вот в той лаборатории в СССР, где его потеряли, погибли советские граждане, люди погибли. А сейчас миллионы погибли, да, от китайского. И так далее. Вот почему опасен. Большевики привели Гитлера к власти, а вовсе не Версальский мир. Безусловно. Большевики, конечно. Я вам процитировал то, что академика Павлова. Да, я. Который был современником событий, участником событий. Нет, но он только один из просто замечательно сформулировал. Ну, если бы не было таких жестких условий Версальского мира, если бы не было такого давления на Германию, то вполне возможно, что не пришли бы нацисты к власти. Сначала пришли к власти вообще фашисты в Италии. Ну, безусловно. Гораздо раньше. Гораздо раньше. Гораздо раньше. Версальский мир был учителем Гитлера, да. И там, и там главная проблема, что люди боялись, что у них отнимают их собственность. Первое. Вторая проблема, что правительство, если вы посмотрите на состав правительства, тех, кто приехал в пломбированном вагоне, и тех, кто возглавлял Веймарскую республику, и тех, кто в 1936 году пришел к власти во Франции, президент Франции, то вы удивитесь, что в этих очень разных европейских государствах и там, и там, и там большинство правительства были неевропейцы. Ну, президентом Германии был Гинденбург. Значит, номинальный старик, да, который был, ну, так сказать, поставлен для красоты, это одно. А кто входил, я же сказал сейчас, про правительство, про членов правительства, про тех, кто возглавлял страну и не любил Германию, германскую историю, образ жизни, и хотел его переиначить. Как и в России, а в России просто уничтожали всю русскую культуру. Физически уничтожали. Да. Хорошо, но... Это плохо. Нет, ничего хорошего в этом, безусловно, нет, действительно. Я вам всякую простую вещь, и это не спор, давайте мы с вами не будем спорить, потому что здесь гость я, историк я. Вы можете пригласить другого специалиста, он в рамках своих знаний, своего таланта, а это тоже очень важная разница, потому что один, значит, одну и ту же информацию может прочитать один человек и другой. Один смотрит книгу, видит в рамках его таланта, а другой сразу все понимает. И то, что сегодня наблюдается, это ровно повторение. Просто повторение, когда Цукерберг запрещает в Фейсбуке публиковать слово негр и говорить, что негры занимаются мародерством, это просто удаляется, банится, страница уничтожается. И он запрещает называть религию международного терроризма. Вот совершают теракт какой-нибудь, допустим, мусульманин в Париже, а это запрещено в Фейсбуке, в Инстаграме, а это миллиардные сети, миллиардные, да? То есть он запрещает нам видеть опасности, сопротивляться, он переиначивает мир, чтобы в Европе жили террористы, да? Ровно то же самое было после октября 1917 года, и делали те же люди, понимаете? И сейчас происходит абсолютно то же самое. И я, моя главная задача как ученого, закричать и сказать, остановите это, иначе будет то, что было в 30-е и 40-е. Только так. Слушай, сейчас повторяется дословно то же самое. И если Цукерберге сделали сначала своим орудием уничтожения Европы не пролетариат, а люмпен пролетариат, не зы, а требьи, и не крестьян, а спившихся батраков, да, то сейчас своим орудием, своим ледоколом, так сказать, делают уже тех африканцев гетто, которые не хотят встраиваться в общество, не хотят работать, хотят наркоманить и бандитствовать. И их делают, вот эти кукловоды, их делают ломом, их делают ледоколом. А ответом на это будет новая волна фашизма? Ответом на это по всем показателям логики истории должна была быть сильная волна правого протеста. И успех Зимура, замечательного человека, которого я очень ценю, обожаю, кстати говоря, алжирского еврея, Эрик Зимур, который сейчас во Франции популярности номер один, потому что он открыто сказал, что да, нас уничтожают, нас подменяют, нас ненавидят те, кого мы кормим. Да, успех Зимура, который говорит правые тезисы, об этом говорит. Но я думаю, что левые уже достаточно подменили население Европы, чтобы не получилось того, что было, но получится в том же направлении что-то другое. Получится что? Получится война гражданская всех против всех. Война тех, кого вселили, допустили, которые ненавидят нас, которые ненавидят европейцев, белых, открыто об этом говорят официально. Как есть вот у них игра выруби белого, убей белого. Это уже происходило. Кто, скажите, пожалуйста, вот вы видели кадр, как африканец сидит на троне русского царя? Заменитый кадр. Я не видел, нет. А надо знать, это пятый съезд пятого интернационала в начале советской власти. И вот негр, представитель Франции, интернационал из Франции, его специально большевики посадили на трон Николая II, на трон, ну, не Николая, а русских царей, и сфотографировали. Это очень известный кадр. Очень вам советую на него посмотреть. Это было сто лет назад. Это было сто лет назад. Интернационал и представитель Франции, африканец, и его нарочито большевики посадили на трон русских царей, которые выставлены сейчас в музее. Понимаете, я для чего это говорю? Вы должны понять пользу от исследования истории. Потому что если мы будем, знаете, как в краеведческом музее спехать у что-то, такого-то числа, трудат, солдат, батальон, или такой-то министр, нет, я вам пытаюсь, вот мне дали маленькое время, даже основное время, это на бессмысленные новости, на дебильные шоу, на семейные драмы и так далее. Дали 40 минут для того, чтобы понять, людям объяснить, как произошла самая страшная трагедия мировой истории. И я пытаюсь объяснить суть и еще вдохновить людей на то, чтобы они это, ой, как же они этого не знали, этого, и чтобы они дальше раскапывали вот это все. Вы говорите о Второй мировой войне. Значит, понятно, что истории пишут победители. И как хорошо, что победили, значит, вы, мы, вы, мы, вы, мы, мы все. Мы победили. Вы остальные любимые вами леваки. Так-то. Не, мы победили, мы советские, но мы не, как бы мы не советские, мы не участвовали, мы не участвовали, но мы победили. Победил советский, ну как сказать, мы, значит, Значит, тут не так просто, тут на федеральном канале проще было бы, но мы, вы с вами, вы с вами победили. И, а представьте себе такой кошмар, если победил противник во Второй мировой войне. И представьте себе этот ужас, а ведь как бы он мог, представьте себе, в пропагандистских целях воспользоваться по всей стране, а во всей стране был ГУЛАГ в СССР, и миллионы людей сидели, их убивали, а многие трупы не закапывали, они в снегу лежали и руки торчали. Очень много фотографий, представьте, если бы это все снял враг, и все это опубликовал, все это выставил. А еще интервью с сотнями тысяч родственников, которым приходила бумага, что без права переписки, и они посылали годами еду, а человека давно расстреляли, это НКВДшники получали с Коты, преступники, понимаете? Как стреляли в спину, они бы раскопали, польских офицеров в Катыни показали, и не только в Катыни, они прежде всего русских бы офицеров раскопали. Они бы взяли интервью у русских дворян, которые были не на той стороне. И представьте, если бы вот они победили, и мы бы все выросли в контексте информационном, другом. Ну, тут вопрос, выросли бы мы, если бы они победили вообще. Вы же сами знаете, что особой пользы от большого населения в России руководство Третьего Рейха не видел. Тот же, например, Крым хотели заселить немцами, оставить небольшую часть населения для того, чтобы... Да, Крым – это тема, безусловно, связанная с миром для России. Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, я... О фильме «Обокровенный социализм», который был бы наоборот. Во-первых, я не говорю, а сейчас я молчу и дал возможность вам, так сказать, высказаться. Но нет, вы сейчас сказали, это было бы уже сравнение. Хотя познание происходит на основе сравнения, но разве нам дают возможность познавать? Видите ли, какая штука? Поскольку нам юридически, всем, как рабам, запретили познавать, говорить и думать, и, видимо, так все было прекрасно, что даже архивы закрыты, потому что так потрясающе. Так давайте же мы это... Мы же давайте, это же мы... А просто... Но ведь тело не только в нашей потрясающе духовной. А леваки на Западе – это полная катастрофа. Там же тоже список... Вот у меня здесь 900 страниц, да? А там не меньшее количество закончиков, вы... Простите, которые за каждое полслова тебя посадят в тюрьму. Причем не как в России, когда... Ну так, посмотрели, забыли, выпили все, да? Потому что в России маразм закона компенсируется необязательностью его исполнения. А на левацком Западе сегодня у них что? У них осталось то, что было всегда – это качество исполнения, но уже другие законы левацкие. И вот этот маразм левацких законов качественно исполняется. Если вы скажете, что вы не хотите, чтобы вас резал мусульманский террорист, ну, вы не хотите, тем более, что, ладно, он вас зарезал, ну, чтобы ваши, так сказать, родственники ему еще квартиру дали потом. Ну, это нам неприятно. Вас спасают в тюрьму, да? А если вы будете исследовать историю Второй мировой войны, и просто, как бы, ну, арифметику, я не говорю, что высшая математика, ну, узнайте арифметику, там, причинно-следственные связи и так далее, ну, это долго сидеть, долго сидеть. Поэтому, может быть, лучше и не начинать. Но если не знать этой истории, то мы сейчас уже вляпались, вляпались снова в 20-30-е годы, 20-го века, только на другом уровне информационных и, так сказать, технологий и другом уровне техногенной катастрофы. Когда ваши мысли контролируются не просто, вот, знаете, там, книжку опубликовал кто-то, да, или статью опубликовал, а что-то где-то сказал, произнес на работе, записали из-под тяжка, телефоном донесли, доложили. Вы можете вообще ничего не делать, вы можете к женщине не прикасаться, она через 40 лет скажет, вы знаете, он на меня посмотрел 40 лет назад, вас спасают в тюрьму. Поэтому раньше, когда спрашивают, а чего вы не уезжаете? Раньше, когда в СССР, вот в СССР все плохо, на Западе все хорошо. Логично, да? Сейчас плохо везде. Почему? Потому что здесь наследники леваков, большевиков, а там большевики сами. Если наследники бандитов хотят жить хорошо, и поэтому хотя бы рабам хоть что-то дают, то там вирус свиревствует сейчас, вот прямо сейчас, это большая разница. И уже наши, значит, наследники политические бандитов, НКВДшников, они уже хотят ресторанов, собственности, домов, вилл, в основном на Западе, конечно, на бездуховных. А там сейчас номенклатура создает советский вариант Евросоюза. Потрясающая была идея объединения Европы. Да, потому что действительно одна цивилизация, зачем границы, зачем это, но объединение не как, чтобы подменить Африкой и исламскими террористами и заставить людей горбатиться на них и терпеть все, а объединить, чтобы это был свободный коллектив индивидуумов европейских. То есть идея подменена леваками сегодня. И мы сейчас живем в состоянии Третьей мировой войны исламского терроризма против человечества, в состоянии выпущенного вируса из китайской лаборатории. Это еще одна параллельная война с вирусом. Мы так кричим, а зачем мы кричим про преступления 40-х годов в Германии? Там миллион действительно людей погибли. Если мы молчим и дружим сейчас с теми, кто нарушает права человека у себя в Китае и не просто потерял, создал-потерял вирус, а потом скрывал это и даже общался с ВОЗ, чтобы не сообщали, что вирус передается от человека к человеку. И миллионы китайских туристов продолжали курсировать по миру, заражая население мира всего. И миллионы погибли. И сейчас в данный момент кто-то задыхается. Вот вы сейчас мне что-то говорите или не говорите, да? Причем так это легко. А сейчас кто-то задыхается, потому что у него в организме лабораторный рекомбинированный вирус. И мы сейчас говорим и тратим колоссальные деньги на то, чтобы чиновники, как подонки, пиарились на чужих смертях, а когда-то под Ржевом люди гибли. Причем гибли так, что надо расследовать, кто так воевал с такими жертвами и с таким талантом. Правильно я понимаю, что исходя из того, что вы сказали, сегодняшние проблемы, все эти ужасы, исламские террористы, ковид и все остальное, это все следствие того, что победили в войне, во Второй мировой войне победили левые идеи. Все это следствие того, что в мировой истории постепенно появились и в 19 веке стали множиться, и вот как частицы множатся, множатся, потом они захватывают организм человека одного. И вот в 17 году была захвачена Россия. Это все следствие левачества. В нем есть разные направления, разные заковулки, разные, так сказать, жанры и так далее, стили, все. Но это одно и то же, это желание бездарных уродов получить то, что им не принадлежит, чтобы отнять у талантливых, красивых, свободных, у чужих людей. Но если бы победил Гитлер, разве не было бы еще хуже? Слушайте, при чем здесь Гитлер? Я сейчас говорю про 19 век. Ну хорошо, если бы... Он тогда, ну он уже родился, но тогда еще даже не рисовал. Но если бы леватская идея была побеждена и уничтожена в середине 20-го столетия, ну а кем еще, кроме Германии? Ну вы имеете в виду после Холодной войны... А здесь же капитализм. Я вам напомню вообще страшную вещь. Гитлер что строил? Национал-социализм, безусловно. Это социализм. Я же против социализма. Да. Видите, как нехорошо. Да, я понимаю. Но послушайте, мы же сейчас говорили о том, что Гитлера привели к власти левые идеи. Да, совершенно верно. Да, и большевики. Да, и две гадюки. Любые левые идеи, социалистические, коммунистические, с примесью национализма, с примесью интернационализма, любые левые идеи, коммунистические, большевистские, какие угодно, легальный марксизм, нелегальный марксизм, это так или иначе в их сути бандитизм. Потому что вот у вас что-то есть, а они официально, смотрите, официально. Либо через официальный отъем просто вас отнимают, приходит революционная законность. Либо через налоги, как сейчас во Франции и в Италии, отнимают. Потому что это вот как бандиты. Ну а капитализм вы считаете, что идеально? А это объективно, смотрите, идеального, мифического, мистического, романтического. в реальном обществе не бывает капитализм это не идеальный но это единственный вариант существования людей единственный предпочтительный всех остальных потому что он дает возможность человек который хочет работать работать и зарабатывать и кормить себя семью одеваться как он хочет как он может и так далее и у него это не отнимают и ему дают возможность реализовать самое важное в чеке это себя свою индивидуальность это дает свободный рынок и конкуренция если нет конкуренции свободной рынке когда все поделено когда читаем манифест промышленные армии нет разницы между городом и деревней отнять собственность и так далее все общее дети общие жены общие вы на знаете историю революции первые годы это желание вообще да это про это же но девяносто первом году капитализм-то победил рыночные отношения в девяносто первом году победил не капитализм а победили советские уголовники которых недопосадили директора директора заводов фабрик совхозов и так далее которые перевели частную собственность то что было вообще в россии не было иллюстрации а другого варианта не было а потому что кому это удобный собственный к кому отдать и это это было совковый вариант ведь поймите это все вынужденные была ситуация потому что самок он вот потом развалился он распался это было мертворожденная и экономическая и по заскопу он политические системы да и соответственно этот монстр этот уродица он мог породить вот после себя у него дети мог быть только уродливые ну генетика такая да он породил уродливую форму которая постепенно путем западной пластики западных лекарств навезли машин запад люди построили студии вот это все вот это это же не наши это не наша бумага напечатана это не наша бумага да вот это 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 все микрофон и все не наше все изобретено плохими капиталистами на бездуховном западе а скоро этого не будет потому что уже на западе будут социалисты и микрофон работать не будет и камера вот не будет и интернет работать не будешь даже у цукерберга у него там уже надо открывать иногда этот сервер ключом печально вы знаете мгм адущего мои исторические мои исторические за концепции это дорогой рояль который к нет просили дальше цитату я не знаю чехова я не знаю до который заперт на ключ найден ведь я чувствую себя идиотом рядом с вами я думаю что ну что уже не только не только я да но во первых вот весь мир главное чтобы с коллективом да я же не утону это вы будете тонуть и вы уху к за кого-то заговора я думаю что мне самое время я думаю что это был шокирующая часть разговор но наверное давайте то есть в принципе общую канву я понял давайте наверное попробуем очередной взгляд в будущее вот посмотрите да историю пишут победители это все понятно а переписывают ее побежденные но сейчас же много говорят чем у меня на федеральных каналах да у нас часто говорят о том что на западе переписывают историю второй мировой войны что значение на воре на воре и шапка горит если бы я мог вам сейчас сказать вот прямо так открыто как будто мы свободные люди как будто мы в свободной стране в свободной россии и европе вот открыт это было бы очень здорово это было чем полезным и американский канал полезно делить а вы американский ну то это вообще все я вообще тогда ничего вы бы сразу сказали ему сейчас москве так так у вас же гораздо хуже уже чем у нас здесь то я могу и критика а у вас то нельзя сказать что байден и его сынок преступники и нельзя сказать что выбор это байден проиграл а вот этого липовое голосование дистанционное кстати как она была у нас в сентябре да вот когда наша вся местечковая выродская тусовка кричала что на западе это голосование когда победил трамп а потом ночью победил байден это значит хорошо а у нас то то же самое это фальсификация понимаете и там и там одна и та же левацкая часто часто местечковая тусовка вот а потом когда программ программа закончится просто прочитайте поименный состав кто приехал в пломбированных вагонах в россию и все половина совнаркома хотя я имел ввиду другое конечно половина совнаркома но там смысл-то на просто прочитайте многие удивятся это прочитайте потом посмотрите кто был лидером всех коммунистических партий там 19 начала 20 века все марте был маркс изумительный был человек он никогда не работал жил за счет друга и ангельса и за счет того что продавал серебро жены немки жены его однажды арестовали как он продавал вот почему этот грязный немытый не могу при всех сказать кто продает немецкое серебро а потом уже на скалит мою серебро все хорошо отпустите а надо было не отпускать да и пошла бы история человечества по другому пути спасибо вам большое жалов что евгений это было с ног сшибательно иначе я да не могу сказать удачи вам дорогие друзья это был час спик и сегодня у меня в гостях был историк и режиссер маэстро евгений поносенков